Студентка третьего курса Луганского университета Наталья Чебенко в Россию приехала одна. Дома остался отец, его отказался покидать десятилетний брат, а с ним осталась и мама. Девушка надеется в скором времени вернуться к родным Волчевск и возобновить учебу. Наталья мечтает преподавать математику и информатику. Рассказывает, когда Россия признала независимость Луганской Народной Республики, дома был праздник. Когда было объявление, на следующий вечер был праздничный концерт на площади и салют. На следующий вечер, после признания ЛНР в ДНР. То есть люди радовались. Ощущение, что наконец-то какая-то определенность. Потому что вот эти восемь лет мы и уже не совсем Украина, и не Россия, и непонятно везде границы. Нет никакой связи с внешним миром, в таком замкнутой системе. Проблемы с лекарствами, проблемы с вещами. Очень многое доставалось тяжело. На месте переселенцы сразу же получили необходимую медицинскую помощь. Сдали ПЦР-тесты. Мы укомплектованы в рамках мобильной медицинской бригады, всем необходимым. Поэтому, в принципе, мы готовы оказывать помощь. Кроме того, у нас дежурит карета скорой помощи, и в случае необходимости также все это возможно. После отдыха переселенцам помощь оказали социальные и миграционные службы. В пунктах временного размещения все прибывшие оформили и получили единовременную социальную выплату в 10 тысяч рублей, а также сим-карты. Служба трудоустройства предложила им вакансии. Как оказалось, среди переселенцев есть повара, официанты и парикмахеры. Такие вакансии в регионе имеются. Все желающие будут обеспечены работой. Виктория Шара и события.